МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады вас приветствовать на страницах нашего тележурнала Кузбасский ковчег. Сегодня в программе. Русская православная церковь путем заключения договоров о сотрудничестве с различными светскими организациями помогает людям становиться лучше. На шахте Октябрьской появилось особое место. Место для молитвы. Проблема детского церковного воспитания существует в любой церкви. В гостях у нашей студии гость из Италии, преподаватель Франко Нембрини. Собравшись на деловое совещание, учителя города Прокопьевска были удивлены, услышав русские православные духовные песнопения. В рубрике «Паломничество» мы расскажем вам о том, как вдовы и матери погибших шахтеров посетили русскую духовную миссию в Иерусалиме. Наркомания – болезнь современного общества, которая существует уже много лет, и лекарства от нее пока не найдено. Эта проблема относится к разряду тех, которые легче избежать, чем излечить. И все же в вопросах профилактики и лечения человека специалисты едины во мнении – необходимо исцелить болезнь души. Поэтому в своей работе Госнаркоконтроль делает упор на сотрудничество с Церковью. Епископ Арестарк и начальник областного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Сергей Алексеевич Безрядин подписали соглашение о взаимодействии между Кимеровской и Новокузнецкой епархией и Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Кимеровской области. Мы уже работаем с нашей Православной Церковью. У нас было ранее подписано соглашение. Мы как бы вот то соглашение, которое сегодня мы подписываем, мы его пролонгируем с учетом тех вот новых задач, которые ставит государство перед нами в том соглашении, которое подписано между директором Федеральной службы и митрополитом. Мы не сможем решать важных задач, связанных с обустройством нашей страны, с устойчивым развитием России, если не воспитаем духовно сильных, здоровых людей, любящих свое Отечество, уважающих другого человека, способных к солидарным действиям. Мы должны идти по пути координации усилий Церкви и государства, потому что в церковной сфере, работая с наркозависимыми, нет того, что есть в государственной сфере. Практически с начала образования наркоконтроля мы нашли этот общий язык. И ряд мероприятий таких эксклюзивных, очень интересных с молодежью мы провели вместе с Церковью. Те наши ребята, молодежь, которые слышат от сотрудников наркоконтроля вот такие важные слова о важности здоровья, сохранении семьи, жизни, стремлении к чему-то хорошему, и получают ту же самую поддержку от лица Церкви, только несколько другими словами. Они, конечно, больше верят, наверное, больше получают эту поддержку вот такую комплексную. Поэтому мы рассчитываем и на дальнейшее сотрудничество. Основная задача, которую сейчас ставит перед собой Церковь и областной наркоконтроль, это содействие развитию реабилитационных организаций и центров приепархии. В рамках соглашения будет создан благотворительный фонд для обеспечения финансирования мероприятий в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков и реабилитации лиц, потребляющих наркотики. Мы работаем уже давно. Это и пилотный был проект «Братство православных следопытов». Он на протяжении ряда лет реализуется, так сказать. У нас имеются и свои тоже проекты. И когда мы привлекаем священнослужителей Кемеровской и Новокузнецкой епархии для проведения определенных мероприятий, это и призывник, и классный час. Ну, много мероприятий, когда мы проводим вместе с ними во взаимодействии. Эффект, конечно, от этого есть. Другое дело должно делаться за благословение Божие. Это уже показала практика. Чисто житейская. Когда человек начинает что-то делать, слишком много надеется на себя, а в итоге ничего не получается. То есть, естественно, без благословения Божьего, на мой взгляд, ничего не получится. На шахте Октябрьской города Полысаева открылась молебная комната в честь небесной покровительницы горняков, святой великомученицы Варвары. Молитвенное помещение оборудовали в бывшем кабинете правкома. Здесь за счет предприятия был проведен ремонт. Когда возникла такая мысль, а может быть открыть, то, в принципе, нашу мысль уже предугадало руководство. То есть, в принципе, не мы пошли, а уже к нам обратились. А почему бы нам не открыть? То есть, это уже был такой шаг для нас удивительный. То есть, не мы уже как бы шли, а может давать, а может быть откроем. Мы уже сами люди, руководство. Бывают, конечно, моменты, когда происходит такое, что зачастую мы сами непроизвольно вспоминаем Бога и молимся за это. Ну, о себе, допустим, у меня сын в шахте работает. У меня не бывает такого ни одного дня, чтобы я ему не пожелала с Богом. Все, у меня одно. Вот вышла из машины, я сюда на работу, он пошел, все, Виталий, с Богом. Отца Романа шахтеры называют своим духовником. Помогает ему в духовно-просветительской работе катехизатор Екатерина Чуклина. За время работы в городском храме преподобного Серафима Саровского она накопила немалый опыт общения с людьми. Чуткая и отзывчивая сестра милосердия всегда поможет найти выход из трудного положения, а при необходимости направит за советом к священнику. Сейчас это святое место украшают иконы и подсвечники. Но уже в ближайшее время молебную комнату в честь святой покровительницы горняков великомученицы Варвары распишут художники-иконописцы. Мы буквально вчера с Наташей говорим, пойдем сходим, поставили смечки, помолились. Это немного времени занимает, но как-то, знаете, легче становится. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях Франко Нембрини, ректор духовной католической школы Ла Трача, что вблизи Милана. Сегодня он гость нашей студии, и мы узнаем о целях его визита в Кузбасс. Здравствуйте, Франко! Скажите, пожалуйста, что привело вас в Кемерово? Привез меня сюда дружба с отцом Сергеем, который недавно посещал нашу школу в Италии. И я тоже приехал сюда. Своей стороны мне было интересно понимать, ну, как действует, как работает православная школа, и какие ваши, ну, самые важные беспокойства, то, что вам больше интересно. Франко, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от посещений православной гимназии Кузбасса. То, что поражает меня здесь, в Кемерово, оно, то, что дети везде одинаковые, то есть очень похожи друг на друга, потому что то, что объединяет их, это их желание, их вопрос. И наша задача, и общая задача, это помочь им достичь этого результата, достичь их совершенства. И я думаю, что мы можем делать это, мы можем вместе работать к этой цели. Франко, вы приехали в Кузбасс для установления контактов для сотрудничества. В чем это сотрудничество будет выражаться? Я думаю, что первая коллаборация, это диалог, который начался, и который должен продолжаться. Первый момент этого сотрудничества, это начинать и продолжать этот диалог, который начался. Перед нами стоят те же задачи, и первая из них, самое важное, это воспитание молодых поколений. И проблемы, которые на Западе, и проблемы, с которыми встречаетесь вы здесь, это те же самые. И есть много культурных вызовов, которыми они нуждаются в помощи. И наше сотрудничество может состояться в том, что могли бы, допустим, начинать какие-то отношения между нашими студентами. Потом можем даже подумать обмен преподавателями. И потом могли бы даже подумать обменяться студентами, каким образом. То есть, чтобы несколько из наших, из старших классов могли бы приехать сюда на несколько дней и познакомиться с реальностью вашей молодежи. И наоборот, ваши старшие студенты могли бы посещать на несколько дней нашу школу или посмотреть, встречаться с нашей реальностью. Это очень важно, встречаться и понимать друг друга. Франко, благодарим вас за то, что нашли возможность с нами встретиться. И, как говорится, ангел-хранитель вам дорогу. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. И тем более, что в этом году это год Россия в Италии, Италия в России. И поэтому надеюсь, что в рамках этого получится влиять наши отношения. Православное духовенство. Не так давно его можно было видеть только в храмах или учреждениях религиозного образования. Цензура советского периода всячески препятствовала появлению людей в черных рясах с крестами в местах массового скопления людей. Это являлось показателем дурного тона, а сама религия объявлялась пережитком прошлого. Сегодня все изменилось. Роль церкви в глазах власти и простых граждан с каждым годом обретает все большее значение. Народ начинает понимать, что именно духовность способна пробудить в человеке нравственность и патриотические чувства. Пример этому – мероприятие, которое прошло на минувшей неделе в городе, называемым «Угольным сердцем Кузбасса». Сегодня в этом здании музыкальной школы педагоги города Прокопьевска услышат то, что, может быть, не слышали уже многие годы – выступление вокальной группы православных священнослужителей. Концерт состоялся в рамках встречи педагогической общественности города с преосвященнейшим епископом Аристархом. Православие призывает верить в Бога, потому что по опыту своей жизни знает, что Бог меняет человека к лучшему, делает его чище, светлее, умнее и счастливее. И ради этого мы и строим храмы. И очень важно, чтобы, построив храм, мы вместе с этим храмом изменились. На мероприятии обсуждалась инициатива Государства и Церкви по введению в школах основ религиозных культур и светской этики. Поэтому выступление вокальной группы было для многих приятным сюрпризом. «Разрезал небо пополам, запад поглядой полоскою, и над российской землею, светленькой славы по сиям». Здорово, неожиданно. И вот такие мощные, красивые голоса, чистые голоса, как ручеек. И, в общем, конечно, души наши наполнили светом, теплом. Думаю, не только мою душу, но и всех присутствующих. О, я, усовшие Бога, о заплутавших живых. Исполнение русских народных песнопений, которые являются душой нашего народа, они всегда вызывают такие хорошие, добрые, положительные эмоции. Тем более, когда мы видим, для нас необычайно, это исполняют священнослужители и русско-православная церковь. Это особенно, как бы, дополнительные какие-то такие интересные переживания. «Вы знаете, это, прежде всего, поднимает духовность. Это очищает человека. Во-первых, мужские голоса, это настолько редко. Поэтому очень важно, чтобы эти концерты были в нашей школе. Я думаю, что они обязательно должны будут у нас еще повториться». Можно сказать, что педагогам Прокопьевска повезло. Ведь сегодня услышать вокальную группу епархиальных священнослужителей можно лишь на богослужениях с участием правящего архиерея, а также крупных мероприятиях, организуемых епархией совместно со светской властью. «Если, мать, еще живая, счастлив ты ждать в земле, ведь в том, где живая, помолиться о земле». «Вот это настоящее истинное пение. Здорово. И если бы дети наши с самого детства слышали такое пение, наверное, и культура музыкальная у них была на более высоком уровне». «Ну, до сих пор еще сердце бьется. Ну, во-первых, неожиданно. Пришли вроде как по делу, в совещание, и тут такой подарок, и тут столько слов. Я думаю, у всех людей в жизни происходят разные события, радостные, печальные. И вот лично для меня этот концерт был потрясением. Музыка, она помогает восприятию, и для тех, кто еще не определился с верой, для тех, кто еще, может быть, не ходит в храм. Я думаю, это бесценно, это очень хороший ход, это очень правильно, это очень грамотно». Остается надеяться, что услышанное сегодня педагогами в этом зале отразится не только на состоянии их души, но и на той работе, которую они ведут со своими детьми. Если вы спуститесь в старый город Иерусалима, то окунетесь в атмосферу какой-то особой святости и даже волшебной сказки. Узкие мощенные улочки, римские колонны, величественные стены с многочисленными арками. По этим отполированным миллионами новых улицам проходили цари и рабы, торговцы и нищие, воины и поломники. Говорят, что когда-то в период основных христианских праздников почти третья Иерусалима говорила по-русски из-за многочисленных поломников, прибывавших сюда из России. Центр русской духовной миссии Свято-Троицкий собор На заседнем здании потусневшая от времени мраморная табличка с хорошо различимой надписью «Русская духовная миссия». Но наличие полицейских и колючей проволоки говорит нам, что это не так. Здесь штаб Иерусалимской полиции и тюрьма, называемая Московией. Дело в том, что Никита Сергеевич Хрущев за апельсины продал государству Израиль большую часть русского подворья. В зданиях, ранее относившихся к русской Палестине, сегодня размещается Мировой суд Иерусалима, учреждение Иерусалимской мэрии, тюрьма, полицейский участок. В Свято-Троицком соборе в память о погибших шахтерах Кузбасса совершили панихиду, за которой помянули имена горняков из Березовского, Новокузнецка, Калтана, Междуреченска, Осинников, Прокопьевска и Киселевска. Запас сделает�不и More household зали lifetime печée послевшей крови Божьей Владимир Алексеевич, Владимир Владимиров Павловوج Владимир Юрия Андрея, Вячеслава Сергея, Евгения Владимир Сергея Олега Италия, Олега Александра Александра Сергея Александра Владимир Васильевич Алексеевич Вячеслава Сергея Евгения Сергея 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 Узбасские паломницы молились за своих мужей и сыновей. А после панихиды для каждой вдовы нашлось доброе слово – утешение. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok